Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире национального телевидения Чувашия, программа «Спорт для всех» и я, Екатерина Абрамова. Ежегодно в Чувашии появляются новые спортивные звезды, как всероссийского, так и международного уровня. Только за этот год в Чувашии звание мастер спорта получило более 40 атлетов. Среди них, к сожалению, нет ни одного представителя командного вида спорта. Однако, возможно, в скором будущем все изменится. Уже больше года в столице Чувашии есть своя баскетбольная команда. За время своего существования чебоксарским ястребам удалось наделать немало шума. В хорошем смысле этого слова. Их болельщики, не жалея голосов, поддерживают команду на всех домашних и даже выездных матчах. А игроки, в свою очередь, показывают достойные результаты. Надеюсь, что мы действительно покажем ту достойную игру, которую от нас ждут зрители. Игра показывает, что на сегодня нам удалось создать команду, которая побеждает. В сравнении с прошлым годом в составе чебоксарских ястребов произошли большие изменения. Состав обновился, обновилась и лига, в которой баскетболистам предстоит выступить в сезоне 2015-16 годов. В этом году они будут играть в Суперлиге Б регулярного чемпионата. Но перед этим обновленный состав попробовал свои силы. Дебютировали ястребы в турнире на кубок Евгения Богачева, президента баскетбольного клуба «Уникс» города Казань. Я думаю, будут ребята стараться, показать все свое мастерство, потому что уже два месяца только один тренировочный процесс. Не было ни одной контрольной игры. Нам перед чемпионатом обязательно надо сыграть какие-то спарринг-игры. Вот это как раз турнир предсезонный. Он покажет, на что команда претендует в этом сезоне. В рамках турнира на Кубок Богачева нашим ребятам предстояло встретиться с командами Суперлиги Б, Самара и Уникс и баскетбольным клубом Высшей Лиги Киров. Ждем мы агрессивную, напряженную игру. Ну, настраиваемся на такую игру. Что будет, сейчас неизвестно никому. Нужна практика. Ну, посмотрим. После турнира будет все видно. Нам необходимо сыграться с игроками. Это в первую очередь. Почувствовать игроков. И по возможности. Конечно, хочется занять первое место, но будем стараться за призовые места. Возможно, главная цель этого турнира была даже не победа. Тренерам важно было посмотреть игру ребят в команде, выявить сильное и устранить слабые стороны перед чемпионатом России. Хотя Кубок турнира стал приятным бонусом перед началом сезона. Чебоксарские ястребы завершили соревнования без единого поражения и по праву стали обладателями Кубка президента БК Уникс Евгения Богачева. Далее стартовал Кубок России по баскетболу среди мужчин. Причем первые игры турнира для ястребов прошли дома. В течение трех дней в спортивном комплексе ЧГПУ ребятам предстояло встретиться вновь с Казанским Униксом, Ярославским Буревестником и командой из Тамбова. Соперника из Республики Татарстан обыграть оказалось не так уж и сложно. Просто команда Уникс, она не в полном составе, к сожалению, приехала. Основные ведущие игроки, они уехали с основной командой в Турцию. Но все равно, я думал, они дадут наибольший бой, но, видать, наша публика на них воздействует и мастерство наших игроков, так как все-таки первая игра в домашних условиях, и ребята хотят показать все то, что они достойно попали в команду Чебоксарских ястребов. Первая встреча завершилась со счетом 78-44 в пользу хозяев площадки. Это не совсем показатель. Скорее всего, завтрашняя и послезавтрашняя игра – это вот действительно будет тот катализатор, который позволит определить, насколько силен наш клуб. Потому что команды из Тамбова и команды из Ярослава – это наши соперники по регулярному чемпионату. Обыграли и более серьезного соперника – баскетбольный клуб «Буревестник». Ястребам удалось взлететь выше этой птицы, что позволило им закрепиться на первой строчке турнирной таблицы. Не испугали чебоксарских ястребов и игроки из Тамбова. После встреч первого этапа на счету наших ребят три победы из трех. Стопроцентный результат, безусловно, открывает двери чебоксарской команде в 1-16 финала Кубка России по баскетболу, где они продолжат борьбу. Обновился в этом году и хоккейный клуб города Новочебоксарск «Сокол». С этого года стартовало первенство высшей хоккейной лиги, ранее проводимое под названием Российская хоккейная лига. Наша команда также примет участие в этих соревнованиях и поборется за главный трофей первенства. А поведет ребят в бой новый тренер Владимир Синицын, хорошо известный в спортивной среде. В 90-х годах он сам играл в составе этой же команды. Сейчас он сменил форму на свисток. На Владимира Синицына возложена большая ответственность. Большинство из ребят «Сокола» – это бывшие игроки юношеской и молодежной лиги. Сейчас же им предстоит показать свои возможности в высшей лиге «Б», где требования намного выше. «Пришел с Брянска, доиграл по МХЛ там, сезон прошлый. Понравилась команда, то, что вот попали в ВХЛ, первенство в ВХЛ. Хочу попробовать свои силы здесь». «Ну, во-первых, нам надо определиться с составом. Пришел новый тренер, ставит свои задачи, свои требования. И кто-то соблюдает, кто-то нет. Естественный отбор. Будем строить команду. Посмотрим, что будет дальше». Каждый горит огромным желанием достойно представить республику на первенстве в высшей хоккейной лиге. Хотя уровень владения клюшкой у всех разный. Поэтому основной упор Владимир Синицын делает на тактическую подготовку спортсменов. «Больше всего на тактическое взаимопонимание, понимание, то, что от них требуется. По идее, парни все, еще раз говорю, с желанием стараются соответствовать физически. Пока не могу сказать, потому что они кто-то занимался, кто-то нет. Но время есть, еще подтянем. А вот понимание – это тактика». Первенство ВХЛ сезона 2015-16 годов стартовало 17 сентября. Для нашей команды оно началось с домашних игр. Соперником выступили Смоленский Славутич, команда Тамбов и Ростов. Причем во время первых матчей Кубок ВХЛ удалось привести на Чувашскую землю в Ледовый дворец Чебоксары-Арена. «Надеюсь, что в этом дворце ваш любимый «Сокол» будет приносить вам радость, будет приносить вам победы, учитывая его хоккейную историю. И надеюсь, что вот этот кубок, который сегодня вам представлен, будет разыгран на этой арене финальной серии. «Хочется надеяться, что команда не подведет. Молодая команда, при поддержке наших зрителей, которые знают толк в хоккее, понимают хоккей, успешно дебютируют на этом турнире». В первой игре «Соколу» пришлось столкнуться с достаточно серьезным соперником – Смоленским Славутичем. Кстати, главный тренер команды «Гостей» Сергей Королев когда-то сам выступал за «Сокол», однако никто не собирался надеяться на его снисхождение. «Команда «Сокол» тренируется под руководством очень, я считаю, профицированного тренера, с огромным опытом и игровым опытом, и тренерским опытом, Владимир Геннадьевич Синицын. Я, в частности, очень рад, что он откликнулся и возглавил нашу команду. Я думаю, успехи, они не стиминутные, но поступательные они будут. И ребята будут выкладываться на каждой игре от начала до конца». В течение двух дней в Ледовом дворце не стихали хоккейные страсти. Эмоции сдерживать было трудно. На льду наша новочебоксарская команда и достаточно титулованный Славутич. В первый день счет игры на 15-й минуте первого периода открыли гости, но во второй 20-й минутке «Сокол» забросил в ворота соперника ответную шайбу. К сожалению, она оказалась единственной, забитой нашими хоккеистами. Итоговый счет первого дня – 4-1 в пользу гостей. «Задача одни – играть на победу, но просто пока первая игра, тем более ребята под нагрузкой. То, что задание было и есть, пока не все выполняется, но стараются ребята». Безусловно, болельщики не теряли надежды на то, что второй день станет удачнее предыдущего для их команды. И что кубок, который после торжественного открытия первенства ВХЛ прибыл в Чувашию, в финале останется здесь же. «Нам бы хотелось, конечно, взять этот кубок, чтобы он у нас здесь остался. Не то, что здесь, как говорится, в витраже, можно так сказать. Но пожелаем нашей команде взять этот кубок и чтобы он остался здесь». Второй день вновь не порадовал ни болельщиков «Сокола», ни самих игроков, как и последующие домашние игры. Поражение нашей команды объясняется небольшим игровым опытом, однако движение уже есть. Главный тренер команды обещает, что уже в октябре «Сокол» покажет совсем другую игру. Сейчас «Сокол» ожидают выездные игры. Первое в Нижнем Тагиле, далее Барнаул-Самара. И после двухнедельных разъездов «Сокол» вновь сыграет дома. А нам, болельщикам, остается лишь поддерживать ребят и следить за их выступлениями. Ведь их будущие победы – это стимул для молодых, которые, возможно, решат пополнить ряды юных хоккеистов. Ведь спорт – он для всех. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА